Давай-давай-давай-давай. В первую очередь хотел вас поздравить с 10-м юбилетным сезоном. Спасибо. Пусть он начинается не очень хорошо для вас, но в дальнейшем все равно же вы покажете. Будем стараться, конечно. Потому что не может такого быть, чтобы название команды так сильно подводить. Ничего, дело не в этом. Дело в подготовке. Мы сейчас понимаем, в чем у нас проблема. И будем решать ее. Еще такой вопрос на этом фоне назревает. Скажите, пожалуйста, почему именно Марк? Почему не Лоуэль, к примеру? Ну, я не Ниссановод. Я как-то не знаю. Марк более по душе мне, что ли. История моя сложилась изначально с 81-м. Может быть, поэтому. Если брать на сегодняшний день, я бы, конечно, построил 100-го МАКа. То есть, если бы вы вернулись в то время, то уже была другая машина. Сейчас МАК 2 в процессе 100-й строится новый автомобиль. Так что скоро, я думаю, вы его увидите. Еще такой вопрос. У нас сейчас, по крайней мере, в Москве очень хорошо развито движение жигудрифта. То есть, ребята на жигулях, на парковках торговых центров раздают очень сильно, качественно. Как вы вот к этой теме вообще относитесь? На улице-то я не очень люблю дрифт. Это, по большому счету, не дрифт. Ничему там не научишься. Это хулиганство. По моей практике, сколько не приезжало уличных гонщиков к нам на этапы, ничего не показывали. Я сам трехкратный чемпион сильнейшего чемпионата зимнего Winter Drift Battle. Все вы его знаете. Красное кольцо. Я уважаю нашу чечный автопром, жигули. Я это все люблю. Мне это нравится. А вот если нет, где нет? Всегда можно найти. Лучше два раза съездить на Красное кольцо толку больше, чем всю зиму баловаться. Нужно понимать, балуешься ты или ты серьезно занимаешься этим вопросом. Так что вот такие дела. То есть только серьезная подготовка? То есть лучше так вот не играться без отвлекаться? Нет, нет смысла от этого никакого. А если именно заниматься этим уже серьезно, то как к этому подходить? То есть на что обращать? Я думаю, что нужно строить хорошие жигули, ехать в зимний чемпионат в Красноярске. Там есть Красное кольцо. Оно недорогое. Раз отправил машину, прилететь туда недорого. Можно найти бюджет при желании, приехать два-три раза за зиму и потренироваться. Весь уровень топовые пилоты. Процесс нужно начинать следующим образом. Берешь жигуль, подготавливаешь сначала шасси, ну то есть подвеску. Только потом гонишься за мощностью. Потом шасси, если есть возможность трансмиссию, только потом мощность мотора. Можно выигрывать без мощности на стоковом моторе, если ты делаешь все правильно и получится все. И это я вам точно говорю. А как вы относитесь к современным школам дрифта, которые после дождя начинают вырастать? Не знаю, я сейчас зиму оттренировал сам на Красном кольце. У меня Денис Мигальт занимался, фетисов. Китайцы приезжали, много всяких людей. Я зиму там провел на Красном кольце. Но должна правильная школа быть, правильная идеология этого всего. У нас дрифт наш сибирский, он у нас как бы школа ближе к Д1. То есть в нашем дрифте есть все. И Паус Лайт от Америки, и мы используем также энергию автомобиля, национный дрифт. У нас все приемы. То есть уже с уклоном в физику, уже по-серьезному, без игрушек никак. Ручник сорвал, ручник опустил, столб поймал, все грустно. То есть мы используем множество приемов всяких разных дрифтовых. Школа сильная. Можно же пойти в разную школу, а можно пойти в правильную школу. Это большая разница, я хочу сказать. И это по итогу выходит дешевле, в разы. Будем знать. Ну вообще начинать либо с жигулей, либо с маркера. Лучше с жиги начать, это более доступно. Ну не знаю, летний дрифт дороже намного. И оно все одинаково сгриет у нас. У нас реагенты не пощадят никого. Зачем по городу на ней ездить? Я вот не езжу на свои жиги. Ну у нас обычно как? У нас покупается единственная машина на ней и дрифтитель ездит. У вас их как-то не любят жигули, относятся к ним как-то. Единицы. Они какие-то все у вас, я не знаю. Да нет, у нас в последнее время-то наоборот сейчас собирают, стараются восстанавливать. Ну потому что есть на кого посмотреть, есть куда ориентироваться. И потихоньку приходит вот это движение. У нас жиги, мы за ними смотрим, они у нас все чистые. У вас в инстаграме видна ваша, приятно смотреть любо-дорого, как моделька. Так вот на полке стоит моделька родная советская, вот тоже самое. У нас просто такого не найдешь. Могу продать, если нужно. Ну ладно. Большое. Спасибо. Евгений, а что в итоге с мотором случилось? С мотором проблемы были? Мы нашли масса проблем. Да, давление масла пропало у меня, но машина все равно в целом не работала. То есть мы тут три дня провозились с ней и не смогли победить. То есть я выезжал на квалификацию первых вот два поезда своих сделал. На неисправном автомобиле. Ну а не успели протестировать? Вроде же был на стенде, вроде бы было время, да? Ну много что было за эти дни, я вам сейчас всего не расскажу. Ну понятно. Я так у всех спрашиваю для словах твоя любимая трасса. Потому что так вот по ходу, если так пообщаться, не все любят эту длинную прямую. Так она сложная, потому что. Она сложная, да. А твоя любимая трасса? Моя красное кольцо. Техничное? Там техничное, есть много работы, множество. Там сразу проявляется пилотаж и видно ху из ху. Твои ставки на хунька в Рязани, где затычные, как раз нужно работать. Смогут они совладать? Не знаю, будем смотреть. Что пилоты мощные? Спасибо.